Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, не могу разобраться за следующую ситуацию. Мой парень уезжает в командировку, его родители хотят приехать пожить у нас. Они поняли, что я тоже уеду с ним, но это не так, я сказал, что у меня свои планы были построены, я хочу отдохнуть в этот период дома или позвать свою родню, или куда-то поехать. Мне показалось, что его мама немного обиделась, приобретая связаться и чувствую вину с одной стороны перед собой, что я должна переступать через себя и говорить, конечно, приезжайте не хотя этого, а с другой стороны перед ними. Ну, смотрите, во-первых, ситуация здесь следующая. Вам только показалось, что мама его обиделась, то есть, может быть, это не так. И, соответственно, если вы говорите о том, что мама, может быть, обиделась, то есть, вам показалось, что она обиделась, вот, то, конечно, здесь имело бы смысл для начала это бы как-то, ну, проверить, что ли. То есть, проверить, а действительно ли она обиделась, поговорить с ней, может быть, спросить у неё, что, ну, так ли на самом деле, то есть, правда ли, что она обиделась, может быть, может быть, она и не обиделась вовсе, вот. Вам только показалось, с другой стороны, если его мама обиделась на самом деле, то, опять же, это какой момент, это момент манипуляции, потому что, ну, как бы, на мой взгляд, вы находитесь у себя, значит, дома, и вы, ну, вы можете, и вы имеете право, как бы, ну, распоряжаться, в общем и целом, да, своей, своей жилплощадью, вот так, как вам хочется, то есть, это, в данном случае, ну, вообще не касается вашей жилплощадью, да, и крeee... вот, потому что вы можете, ну, делать со своей жилплощадью, вот, повторюсь, то, что хотите... вот, Ну просто потому, что это ваша же площадь. Дальше, если вы, значит, ну вот в принципе замечаете за собой такой момент, что вы, ну, можете очистить вину, то вы не привыкли выражать протест со статистными словами, вы привыкли и хотите, вы хотите быть удобным. Вот. А это проблема, вот, ну в какой-то степени это проблема, потому что, ну, вы пасите вот таким образом и, значит, через такую модель поведения просто не будете удовлетворены сами. То есть вы будете, ну, как бы чувствовать себя, скажем так, не удовлетворены, вы будете чувствовать себя, ну, как бы, скажем так, уязвлены вы будете себя чувствовать. вот, вы будете чувствовать себя отделенным в этом случае. Вот, значит, ну, в случае вот как раз, если будете стараться быть удобными, как вот вы сейчас, сейчас, да, пытаетесь, ну, такой быть, вот, и совершенно очевидно, на мой, по крайней мере, по крайней мере взгляд, что ничего хорошего из этого не получится, ничего хорошего из этого, в принципе, получится, не может, не может. Вот, и, значит, соответственно, это, ну, можно и нужно корректировать в таком случае. Вот. Вот. То есть, соответственно, ну, можно и нужно с этим что-то делать. Вот. 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 Вот и все. То есть суть история, она как раз больше про то, насколько вот вы, грубо говоря, привыкли себя чувствовать, да, насколько вы привыкли, скажем так, ну, серьезно к себе относиться. И, как часто вы, вот, привыкли, значит, ну, слышать себя. Вот. Потому что, на мой взгляд, ну, по крайней мере, мне так вот показалось, да, что вы себя, ну, в какой-то степени, не слышите, ну, в этом смысле вы себя просто не слышите, да, и не замечаете, и вот. Отсюда вот это такое ощущение, что вы должны, ну, что вы должны должны. Вот. Я бы, конечно, вот рекомендовал бы спросить себя, собственно, почему вы должны, почему я должна, да, то есть почему я должна, вот, кому я должна, ну, и так далее. То есть это вот очень такой важный достаточно момент, на который, вот, имеет смысл вам обратить свое внимание. Вот. То есть, условно говоря, из чего вы, вот, делаете, допустим, такой вывод, что вы, ну, что вы должны, да, вот, что такого вот происходит, да, что такого с мамой, да, что такого с мамой, значит, вашего молодого человека, что вы прям вот должны, ну, должны, грубо говоря, ему, да, или ей. То есть это вот такая история, ну, достаточно, вот, как мне кажется, серьезно. Вот. Ну, понятно, что с этим нужно разбираться, и, в общем, работать, в общем и целом, работать с, значит, с чувством вины. Вот. Это вот в данном случае, ну, наверное, необходимо. Вот. Вот, как-то так, я полагаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, да, то есть вы говорите, что вот хотите разобраться в этой ситуации, я, соответственно, задаю, ну, могу задать вам следующий вопрос. Что вы понимаете, что вы подразумеваете под тем, чтобы разобраться? Ну, как, как это вот? То есть разобраться – это что для вас? Что для вас разобраться? Что вы имеете в виду? Вот. Там еще, ну, совершенно очевидно, что здесь нужны нюансы. Вот. Совершенно очевидно, что здесь, ну, важны нюансы. Вот. И совершенно очевидно, что этих нюансов нет. Какая-то такая история. Вот. Ну, понимаете, то есть странно, как мне кажется, странно, в принципе, что вот ваша мама, да, она вот мама молодого человека, значит, ну, захотела вот приехать, когда, грубо говоря, грубо говоря, ну, молодого человека не отряд. То есть, ну, в общем, как же вот, ну, возникает вот, такой, такой, такой вопрос, вот. Он, ну, так или иначе, он возникает. И вам нужно с одной стороны, как мне кажется, почаще задавать себе эти, ну, эти вопросы, почаще их себе задавать. Почаще спрашивать себя об этом, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, нужно смотреть, как все это за чувства. То есть, совершенно же очевидно, что вот, ну, что, ну, ваши чувства, здесь они игнорируются. Вот, они игнорируются, ну, ваши эмоции, ваши чувства, вот, совершенно очевидно, что они игнорируются. И игнорируют их, в первую очередь, привыкли вы. Ну, вот. Немало молодого человека 200 тысяч рублей. Вот. И, скорее всего, эээ, для вас это система. То есть, для вас это, ну, привы, эээ, привычно. Эээ, не реагировать на свои чувства, для вас привы действительно игнорировать их. Вот. И вот именно, эээ, ну, вот, психологически, да? именно психологически. Я вижу, например, свою задачу, как психолог, чтобы не игнорировали ваши чувства. Вот, значит, станет ли ваша жизнь проще от этого? Нет, не станет. Потому что вы будете просто немножко в новой реальности для себя находиться. Вот, реальность эта не будет такой, может быть, простой. Да, то есть, сейчас реально станет достаточно глотая, то есть, ну, что вы должны просто. То есть, вы, вот, вы себе, как бы, говорите, я должна, я должна, вот, там, ну, что-то делать, там, для, допустим, моих, ну, для свекол, сокрови, там, хоть вы ещё и женатые, вот своим молодым человеком, как я понял. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее. А, вот, и это, вот, всё это создаёт, вот, ну, такую общую, ну, картинку, картинку, всё это создаёт такое вот общее впечатление. Вот, как мне кажется, даже повторюсь. Вот, собственно, как-то, как-то так. То есть, с одной стороны, спрашивайте себя, вот, значит, в какой, в какой стати, да, тут, ну, вот, почему я, там, ну, грубо говоря, почему я решила, да, чего я решила, там, что, вот. Должна, значит, что, там, ну, обязательно, обязательно принимайте, да, маму молодого человека, прочее, прочее, прочее. То есть, ну, как я прихожу, вот, ну, к этой, к этой идее, каким образом я прихожу к этой идее. Вот, это, значит, с одной стороны. А с другой стороны, вот, работать над своими чувствами, чтобы вы могли отслеживать их, замечать и выражать их. Вот. Делать это, ну, скажем так, более, вот, более корректно, чем, чем это делать сейчас. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я буду благодарен вам, значит, за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она, вне всякого сомнения, пригодится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.